Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе. В центре внимания. Представляем вашему вниманию программу IWPR, Радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте, у микрофона Мири Мацаналы. Понижение ставки российского рубля за последнее время отразилось на баткенских мигрантах и вынудило экономить тех, кто живет на средства, отправленные из России. Некоторые боятся, что если мигранты оставят свою стабильную работу и приедут сюда, то ситуация здесь еще более осложнится. С начала прошлого года гастарбайтеры из Баткена перевели на родину более 6 миллиардов сомов. 24-летний Мирлан из Баткена каждый месяц получал от своих родственников, работающих в России, по 20-25 тысяч рублей. На эти деньги он жил со своей семьей и откладывал деньги на постройку дома младшему брату. И теперь, когда цена за рубль так упала, денег еле хватает, чтобы сводить концы с концами. Говорит Мирлан. По официальным данным из Баткенской области, за границей работает около 40 тысяч человек. Но неофициальные источники утверждают, что эта цифра намного больше, потому что регистрируются не все уезжающие за границу. Растет число не только тех, кто приезжает на родину отдохнуть зимой, но и тех, кто недоволен заработком в России. Не прошло и месяца, как 30-летняя Джазгуль бросила работу в России, на которой трудилась 5 лет и вернулась с мужем домой. Они пытаются найти выход из положения, чтобы как-то прокормить себя, в крайнем случае планируют выращивать табак, заняться земледелием. Мы с мужем работали в Москве. На двоих мы получали 40 тысяч рублей и оставшиеся от затрат на жизнь 20 тысяч рублей мы пересылали домой. И вдруг начался кризис. Курс упал. Нашего заработка нам еле стало хватать. Вот и вернулись. Здесь пока работы нет. Раньше работала в школе, а сейчас и в школе нет мест. Теперь, если весной ситуация останется прежней, то, наверное, займемся земледелием, засеем табак. Ничего, другого мы делать не умеем. Надо выживать. Говорит она. Выходцы из областей, работавшие в России, за год отправляли по 6,5-7 миллиардов сомов. Если цена за рубль останется такой же, то этот показатель будет ниже ожидаемого в этом году. Можно сказать, все – и гастарбайтеры в России, и надеющиеся на них здесь люди с беспокойством следят за обменной стоимостью российского рубля. Несмотря на то, что некоторые мигранты возвращаются из-за сложившейся ситуации в Кыргызстан, многие из них остаются в России в надежде на изменение курса. Если учесть мнение экспертов о том, что положение в дел в России останется таким еще около двух лет, то еще многим кыргызам предстоит вернуться на родину. Из семьи 55-летней Урпи Еджи в России работает 8 человек. Она покупала на накопленные за год деньги дома каждому своему ребенку. Двоим детям она не успела приобрести жилье. Она говорит, что ее дети готовы немного потерпеть, подождать. Но если стоимость рубля не изменится, то они намерены приехать в Кыргызстан. Цена российской валюты все ниже и ниже. Заработанных здесь денег хватает только на то, чтобы платить за квартиру, питание и жизнь. В Кыргызстан отправляем уже меньше денег. Мы привезли сюда и малых детей, потому что нас много, но теперь затрат стало еще больше. Поэтому мы раздумываем, ехать ли нам в Кыргызстан или нет, и надеемся, что курс все-таки повысит. Голову приходят мысли вернуться к себе домой, если ничего не изменится. Но ведь по возвращению в Кыргызстан мы вряд ли найдем себе работу. Мы в безвыходном положении. Рассказывает она. Некоторые беспокоятся за ситуацию в стране. Если стоимость валюты останется такой же и работающие в России начнут повально возвращаться на родину, местные власти пока не рассматривали вопрос о поддержке вернувшихся из-за границы мигрантов на государственном уровне. Заместитель губернатора Баткенской области Бакир Джулчуев считает, что гражданам придется немного ограничить себя в еде, а также надеется, что ситуация изменится после входа в евразийскую экономическую зону. Эта проблема с валютной расценкой очень волнует умы мигрантов, особенно из нашей области, потому что эта ситуация затрагивает многие семьи. Стоимость их заработка падает, соответственно, понижается и ценность их перевода в Кыргызстан. Скоро мы войдем в единую экономическую зону, в Евразийский экономический союз. Это откроет нам путь в большой мир. После этого облегчатся условия работы наших граждан в России, ускорится выдача патентов и разрешение на работу. До тех пор, пока положение не улучшится, придется уменьшить затраты, не разбрасываться без надобности деньгами и затянуть по ту же пояса. Говорит он. Хоть и было заявлено, что с мая месяца Кыргызстан войдет в таможенный союз, вряд ли ситуация сразу же изменится. Потому что количество возвращающихся из-за границы день за днем растет. Не было организовано никаких рабочих мест для них. В силу того, что мигранты возвращаются не так многочислено, официальная власть ограничивается тем, что просто берет на учет приезжающих и выезжающих граждан. Глава отдела миграции и занятости Баткенского района Куаначпек Сайкалов считает, что в Кыргызстане найдутся возможности работать для тех, кто хочет найти средства для существования. Конечно, заметно, что количество уезжающих в Россию уменьшилось, и тех, кто приходит к нам за советом, поубавилось. Понятно, что они надеются на изменение ситуации после вхождения в Евразийский экономический союз. Пока не было массового потока возвращенцев, а вернувшиеся занимаются мелкой торговлей, малым бизнесом. Для того, кто хочет работать, везде найдется возможность найти ее. Говорит он. Несмотря на то, что возвращение мигрантов из России в массовом порядке не так уж и заметно, то их количество растет изо дня в день бесспорно. Есть опасения, что отсутствие срочной занятости для вернувшихся на родину может создать большую проблему. Ситуация обострится и будет слишком трудно решить все сразу. И преступность, и безработицу. Местный журналист Акай Баймуратов предупреждает, что если государство не предприняет какие-либо превентивные меры, то увеличение праздной молодежи может привести к отрицательным результатам. Ни для кого не секрет, что вместе с понижением стоимости российской валюты увеличилось число вернувшихся на родину мигрантов. Это факт. Но никому нет дела до приехавших мигрантов. Не было разработано специальной программы, не предпринято никаких мер. Безделье молодежи, которая привыкла работать и зарабатывать, может создать большие проблемы. Возможен рост воровства, преступности, случаев насилия. Потому что эти молодые люди в России добывали себе заработок и удовлетворяли свои нужды. Если не начать работать над этим сейчас, то потом, когда ситуация осложнится, будет трудно решить эту проблему. Говорит он. Распрощавшиеся с надеждой на изменение кризисной ситуации в России и вернувшиеся на родину люди, пока живут на сбереженные раньше деньги. Трудно сказать, как изменится положение дел, когда у них закончатся деньги. О ситуации мигрантов в Баткине специально для IWPR материал подготовил Джейни Шайдаров.